о телефонах буквально на этой неделе такая интересная история была утекло видео в социальные сети с вашей новой программой вот я сейчас предлагаю посмотреть ее кусочек маленький а точнее снимает публика вечно находясь ребят если кто не знает и пользователи наши все внимание на экран давайте посмотрим что это за история видишь там на горе возвышается крест под ним десяток солдат повеси-ка на нем а когда надоест возвращайся назад гулять по воде гулять по воде гулять по воде со мной хорошую картинку и выложил у себя в соцсетях вот этот вот как раз кусочек а потом мне все время сообщал 12 тысяч просмотров 16 тысяч людям нечего делать времени 11 час заняться им больше нечего какое количество конспирологических теорий было и вообще вариантов а где парфенов а что это а а как это будет рассказывайте раз у нас сегодня есть такая уникальная возможность вот этот кусочек с с юрием николаевичем стояновым тот который мэр городка назовем вот значит программа называется на медне в караоке это вот метод вспоминания как истории эпохи событий через песни то есть в отличие от всех там ста тысяч интервью которые до этого сдал стоянов и тех двухсот тысяч которые он еще даст это практически все время бесконечные напевания мы вспоминаем то все пятое десятое а в конце концов одну песню гость поет в чистую как я могу ему помогаю видите вот все время так стоял ну чтоб не было испортил песню дурак потому что у него эта песня любимая и он к ней готовился и пел все там 30 почти лет существования это прогулки по воде наутилуса вот а мне главное было что называется не вылезти не вступить раньше и не затянуть дальше да чтоб меня не было слышно чтобы я звучал более-менее вынесло а у вас обязательно условия вот чтобы герой пел да конечно она зачем так вот это же и есть этот принцип мы вспоминаем напевая я много занимаясь разными там периодами советскими несоветскими но в общем отечественной истории культуры эпохами и пытаясь передать стиль объяснить людям а что вот это было давно убедился что песни и вообще массовая культура массовая мода как никто передает очень простодушно очень ярко и очень доходчиво передают дух эпохи я всегда привожу один пример из советского такого шлягерда военного я люблю твой ясный взгляд простую речь я люблю большую дружбу наших встреч сейчас так никто не сочинит мы даже не очень представляем что имеется в виду под большой дружбой встреч вот но понятно что вот такое вот жеманство такое вот представление как бы это мне сказать красиво как принято выражать свои чувства да вот 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 так вот и здесь это в этом советском жеманстве гораздо больше объяснений эпохи чем вот в каком-нибудь вот таком фундаментальном труде о социокультурных особенностях советского быта после лозунга сталина жить стало лучше жить стало веселее вы делали сам канал то есть он ориентирован это что информационная подача это развлекательный там все типа объединен да 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 генерального интереса то что называется как это дженерал интересен переводит нет он 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 про все и и с новостями и с а как вас туда заманили а ну это надо просто когда долго работаешь ты обрастаешь разными заманивающими тебя коллегами например например много лет проработали вместе с алексеем пивоваровым который известный журналист и автор фильмов и который стал главным продюсером этого канала и который ко мне пришел с тем что вот давай ты вот что-то все поешь в командировках ну вот по убеждению моего оператора который 21 год проработал я начинаю петь на восьмидесятом километре дороге ну просто сидишь 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 уже про все переговорили уже надоело смотреть это сам вот и потом по неволе а дорога серой лентой вьется залита можно шпидометр сравнивать если это он это же это нет это была шутка юмора итак пивоваров тоже услышал что вы прекрасно поете решение менее не прекрасно не прекрасно понимаете у меня к этому опять-таки отношения как журналистская я за этим вижу вот именно эти социокультурные феномены так нельзя говорить я за этим вижу способ передачи в том числе и эмоциональной информации вот такое было время вот так вот жили люди вот так они выражали свои чувства такие у них были моды такие были представления себе вот 30 не похоже на 50 60 совершенно просто эти 50 отрицают и так далее и это все можно услышать и понять по вот этому звуку эпохи так везде во всех странах а это будет единственный проект на канале ваш или что ты еще не планируешь в намедевском духе сделать года которые не выходили когда-то вот в сериале по годам вот и ну наверное начнем 46 по 60 то есть такая феноменолог феноменология чисто журналистка и где нет гостей где где я один презентую эти феномены по годам и и там конечно тоже есть песни но но разумеется они там не доминируют а там есть вот и политикой и и все на свете пойдем и там на 70 шарате музыкальную тему леонида парфенова копнуть глубже и еще кое-что узнали да есть такая информация что именно вы имели непосредственное отношение к такому известному музыкальному проекту на первом канале он был точнее были даже его автором идеи это старая песня о главном и что написано проект леонида парфенова константина эрнста с детства некуда просто первый титр нет для меня например это было правда открытием потому что ну как бы не так это и был такой первый подход первый подход музыкальный вы имеете ввиду а как это было что значит автор идеи вы что собрались троем и накидывали что-то нет 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 значит действительно собрались сначала втроем потому что третья была пугачева алла борисовна вот дело было на ее гастролях в нижнем новгороде где теплее всего принимали на тот большак на перекресток и мы как раз обсуждали что вот если вернуть эти песни и идея была следующим все эти советские песни они такие выходные арии вот выходит человек и говорит хвосток милая не стану за мою сам что говорю он такой хвостун видимо не очень хороший работник такой задавакой это конечно газманов вот но женщина трудной судьбы что-то много пережитой это конечно самала борисовна вот сельский лирик вернулся из армии а девчонка не дождалась это конечно тогда пресняков это вот девки сплетницы разведенки работницы в сельпо значит таратур такие как таратурки сороки вот это отиева и долина ну и так далее вот это были всякие эти самые архетипы дачник в летах но еще мужчина в соку лев лещенко вот от чего-то мне не встретилась юная нежность в те годы мои дорогие в те года вешение голова стала белой вот и значит вот эти архетипы этой и было передать мир передать эпоху передать представление людей через вот этих архетипов да когда за за всем этим читается вот такой вот типаж он не жизненный конечно он из советского кино он довольно ходульный ну конечно он чем-то имеет каких-то жизней да стереотипов да вот и там мы доходили мы до всего до челночных вычеркивали добавляли тогда не было еще интернетического нет а поэтому все нужно было сначала напевать ну вообще невозможно в голове такой объем информации у кого нет я там фонотекой был и там мы приглашали еще каких-то специалистов но в принципе на уровне того что взять не взять и вот без этого нельзя я помню андрей макаров пришел оператор постановщика говорит а я список маме показал а мама говорит а что же нет а снег идет да черт из кинофильма карьера димы горина 59 год музыка и шпай стихи евтушенко вот и жанна агузарова которая там тогда играла прогрессивно американскую певицу жанну вот так ее там представляли кириллов и вовк игорь кириллов ангелина вовк на тогдашнем этом огоньке вот она и до сих пор ее поет в концертах потому что так это ей легло так мы вот попали в этот типаж что она до сих пор это продолжает мне кажется вы тогда много попали